Друзья, мы собрались здесь не ради красивого вида. Господа, вам не надоело бессмысленно тратить деньги. Сначала мы тратим миллионы, чтобы вывести на политическую арену наших кандидатов, а потом в два раза больше, чтобы угробить конкурентов. Каковы правила? Хочешь посадить своего президента? Листай. Давайте будем хоть разжить с нечестными друг перед другом. Когда кто-то говорит о честности, это значит, он хочет снять с тебя последние штаны. Я не помню, кто это сказал. Кто-то из великих. Паша Лазаренко. Андрей Николаевич, у вас есть какие-то предложения? Да, Михаил Семенович. На выборах осталась неделя. Мы с вами хорошо потрудились за наших кандидатов. Они практически идут ноздря в ноздрю. Теперь пускай победит сильнейший. А мне это зачем? Дуставим Ашотыч, чтобы доказать, Михаил Семенович, мне, ну, себе лично. Кто, в конце концов, здесь царь горы? Хорошо. Пусть все решает народ Украины. Неконтролируемая демократия. Мне нравится эта игра. Давно я не испытывал такой прилив адреналина. Господа, нам надо чаще встречаться. Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор Слуга народа. У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики браво Персональный самолет Мне выделил народ А что, имею право На животу Вот тут Набьют оту Слуга народа Слуга народа Эй, уважаемый, давно хотел спросить, кто тебя так парковаться учил? Я давно хотел тебе сказать, дед отвали. Шо отвали? Как я выезжать буду? Через твою воду Адару буду перепрыгивать, что ли? Ты Колымага ездишь, что ли? Я думал, ней бомжи ночуют. Слышь, топляк, куда пошел? Доброе утро, Игорь Михайлович. Здрасте. Что здесь происходит? Да вот, что ты разорался тут, пенсионерша. Машину убери, долбодятел. Дед отвянь. Василич, ты что, оборзел? Ты что, не знаешь, кто его папа? Не по барабану, кто его папа. Василич, не нарывайся. Шо ты лезешь? Ты кто? Начальник жека? Вот и займись делом. Не двор, а трещобы. Когда ремонт делаешь? Сколько можно жалоб писать? Не твое дело. Когда парковка нормальная будет? Будет. Не, ну куда он ее поставил, а? Ну как я буду выезжать? Дороги нету, что ли? А как я разворачиваться буду? Дороги нету. Пап, я тебя вчера попросил разбудить меня в половину седьмого. А я тебя вчера попросил вынести мусор. Который я попросила тебя вынести позавчера. Так, шо один-один? Доброе утро. Спасибо, пап. Приходь ты сейчас. Хорошо. Рубашка, помимо. Мамуль, ты не можешь погладить мне рубашку? У меня больные ждут сынка. А у меня здоровые, причем целый класс. Доброе утро. Привет. Наташа, Наташа, открой дверь, я спешу. Я тоже. У меня школа. А у меня институт, Вася. Я тебе не Вася, а дядя. Уступи дяде место. Это не трамвай, дядя. Смешно. Мамуль, пожалуйста, погладь мне рубашку. У тебя есть время. Моя радость. Вот выйду на пенсию, тогда обращайся. Мам, если директор школы увидит меня в помятой рубахе, он меня выгонит. Жду не дождусь. Петя, приятного аппетита, мальчики. А что Петя? Если пособие по безработице больше, чем его учительская зарплата. Папа, у тебя странная логика. Да, это у меня странная логика. Окончить школу, поступить в институт, чтобы снова вернуться в школу. Простите, пожалуйста, папа не пошел по вашим стопам, не стал извозчиком. А твой папа не извозчик. Твой папа работник сферы услуг. Прекрасно услужить и приглядеть за кофе. Спасибо. Прости большой. Открой дверь. Тебя в конце концов родной дядя просит. Мой дядя уже пять лет, как ничего не просит, сынок. Ой, извини, мам. Наташа. Я не Наташа, я твоя племянница. Наташа племянница. Поглади рубашку, пожалуйста. Вместо того, чтобы ходить всех просить, уже давно взял утюг и сам погладил. Где утюг? Ну там, где обычный. Где обычный? Так вот же ж он. Вася, у тебя сейчас в кофрой убежит. Так сними в кофрой. У нее еще в слотке нет. Вася, он не снимет. А он не снимет. Не успела. И что же за день у тебя сегодня такой, Вася? Кстати, Вася, ты помнишь, какой сегодня день? По-моему, пятница 13-ая. 13-ая, но не пятница. Ой, сегодня еще и пиццовет. Кто о чем овшивая баня? У твоей племянницы с день рождения телепень. Точно. Приятного. Привет, спасибо. Наташечек, с днем рождения, тебя поздравляю. Счастья, здоровья, любви и всего такого. У меня подарок. Вот тебе утюг. Ну и можешь называть меня Вася. Наш старый добрый утюг. Девки умрут от зависти. Отлично, я побежал. Это мне остальные подарки вечером. Да не надо, ты и так сильно потратился. Вася. Что? Выходи. Дайте мне 10 минут спокойно сосредоточиться. Вася, выходи, тут это, к тебе пришли. Пап, этот прикол с 8 класса не работает. Васечка, он не шутит, выходи, пожалуйста. Ты и маму подключил? Ну давайте еще Наташу позовите. Я здесь. Ну что, пап? Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Наразі оброгані усі протоколи виборчих дільниц. З результатом 67% перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Отож, сенсаційно і вперше в історії України главою держави стає простий вчителець Києва Василь Петрович Голобородько. Для лідерів світових держав вибір українського народу став в певною мірою несподіваним. Зізнаюсь чесно, я майже нічого не знаю про Василя Голобородька, тим не менше сподіваюсь, що ми знайдемо з ним спільну мову. Перемога Голобородька стала для нас дуже неочікуваною. Ми шоковані таким результатом. Однак ми поважаємо вибір українського народу і визнаємо, що вибори в Україні відбулися демократичним шляхом. Наразі до адміністрації президента надходять вітальні телеграми з усього світу. От як це, знаєте, як це, милія пошутка, у мене ощущення, що це розовір. Я ж даже по предварителям соцопросам не попадав в десятку. Ну, істиную волю народу соцопросами не змейте. Хоча, честно признаться, я і сам не до конца понимаю, як це могло случиться. Ну? Ну, как? Выбрали його... Грушевського. Грушевського. Угу. Президента. Президента. Угу. Ну, це миф. Он був председателем совета, і все. Хорошо, що ти ще знаєш о Грушевському. А, ну, вулиця є така. А, вулиця, хорошо. А, він ще на полтосіки нарисован. Тихо, ребят. На полтосіки. Неплохо. І вулиця. Точно. А за які заслуги? А-а-а... Перед Родиной? Да. Глотов, за заслуги перед Родиной ми ставимо тебе уверенну двойку. Поздравляю тебя. Это уже в этом году пятая юбилейная двойка. Садись. Марчук, давай, продолжай. Да ладно, сидите, сидите. Сидите, ребят. Хотя нет, давайте так, вставайте, ребятки. Все дружненько и на хоздвор. За руку, Петрович. Давайте активнее, активнее. Шевелитесь, давайте. Пацаны сколачивают будки, девочки вешают программки. Все, все понятно. Я не могу понять. Почему хоздвор? Что происходит? У меня урок. Деректрис сказал. Вась, ну, выборы на носу. А какие выборы? Я не могу понять. Почему мои снова, ребят? Почему не десятый А? Ну, десятого А математика. Ну, что математика? У меня история. Ну, ты тоже сравнил хер с пальцем. Ребята, десятый Б. Достало это миленько. Петрович, ну, что ты? Еще, надоело уже мне это все. Математика, сука, царица наук у вас. Ну, хорошо, математика. А история, как ты сказал, херня собачья. Потом мы удивляемся, а почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охренные математики. знают только, как отнимать, делить и приумножать свое. Вот и все. Петрович, я сроду тебя таких слов не слышал. Чего ты завелся? Потому что достали все эти му**ки вот здесь, понимаешь? Теперь, сука, они заставляют детей будки ваши, б**, строить. Знаешь, почему у нас жизнь, собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из-за двух п*****цов. Выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь, почему? Потому что ты, мой Батя, я. Да, мы снова выберем п*****ца. Да потому что да, понятно. И, конечно, он п*****ц, да ну лучше его. Те-то хуже. Ваш, да пойдем кряпнем, у меня заначка есть. Главное, приходят эти п*****цы к власти. П*****т и п*****т. П*****т. С*****т и п*****т. Ударения разные. Смысл один и тот же. И всем п*****т. Понимаешь, что и п*****т. Мне п*****т. Нам всем п*****т. Не п*****т на маленький, понимаешь? А здоровый такой п*****т п*****т пришел нам всем. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы п*****т им был устроен. Кортежи? Н*****т. Льготы п*****т ваши? Н*****т. Дачу? Н*****т. Всех вас в с*****т. Н*****т. Чтобы, б*****т, простой учитель жил как президент. А президент этот, с*****т, жил как учитель. Это я тебе, как учитель истории, говорю. Хотя я тебе п*****ть, б*****т. П*****т. Однако далеко не все вызнают результаты выборов. Примером, Жанна Борисенко у Твиттере назвала выборы черговым цирком. А вот найближчий конкурент Голобородько, лидер фракции «Визволители» Сергей Карасюк был більш багатословным. Это честные выборы? Это плевок в лицо демократии. Это я вам скажу. Мы будем оспаривать в суде решения по этим выборам. Кто такой Голобородько? Кто это? Откуда он взялся, а? По всем опросам я лидировал. По всем округам. Я полгода езжу, общаюсь по регионам с избирателями. А Голобородько что? Один раз помотюхался в Ютубе и все? Я в это не верю. Василий Петрович, Голобородько выиграл даже в теле на тронвай, в которых мы уже все порешали. Простите. Хотя, если вам так удобно, то, пожалуйста. Пулом выигрывал полностью я. Это все махинации. Все, все, кто меня слышит, товарищи, завтра собираемся на Майдане. Я до сих пор не могу в это поверить. Ну, я понимаю, что на вас это как снег на голову, но попытайтесь сосредоточиться, как-то взять себя в руки. Да, попытаюсь. Куда мы сейчас едем? У нас сегодня очень насыщенный день. Примерка, работа над вашим имиджем, фотосессия, встреча с журналистами, пресс-конференции. Это все нужно успеть за день. Ну, желательно, да, беда. Кстати, вы что больше предпочитаете? Патек Филипп или Ваширон Константин? Не читал. Совершенно нет времени. Патек Филипп, Ваширон Константин, Эге, Хубло. Вы знаете, кстати, кто такие носит? А кто? Путин. Путин, Хубло? Да. Ну, а вам я советую вот эти. Их в мире всего четыре пары. Согласны? Подумайте. Хорошо. Маша. Интересует? А, нет, нету. Замечательно. Парфюм. Эрме. Донна Каравна. Ральф Лорен. Бессачи. А я думаю, вы знаете, вам такие подойдут. Позвольте. Да, хватит. Ну что, пойдем к обуви. Так вот, Берлутит, Эстония, Луи Виттон. Но я рекомендую вам вот эти. Я думаю, вам в них будет очень хорошо. Кстати, у меня есть супинатор. А стельки? Конечно. Галстуки под дом. Под дом. Самое главное, это костюм. Кевин Клярин. Жан-Поль Готье. Дольче Лебана. Карл Лавефельд. Ну что, слышите? Давайте вот этот. Хорошо. Каруш, ты останься. Все остальные свободны. Самолет доставит вас обратно. А неплохой выбор. Да. Василий Петрович, ну что я могу сказать? Костюмчик сидит как в летании. Думайте. Уверен. Ну все, хватит. Пудрить голову Гаранту. Василий Петрович, прошу в кадр. Куда? Туда. Сюда, пожалуйста. Вот, встречайте, Гаранта. Василий Петрович, на меточку и смотрим в объектив. Извините, Канн. Сделаем пару фото. Для удостоверения президента. Улыбаться не надо. Прекрасно. Для официального сайта. Можно улыбаться. Замечательно. На портрет для кабинета. Поменяем ракурс. А для кабинета улыбаться ли? Ну, можете улыбаться, можете не улыбаться. Прекрасно. Ну, раз уж мы здесь, сделаем пару заготовок. Президент думает о медицине. Аба, как я должен думать о медицине? Ну, а как можно думать о том, чего у нас нет? Великолепно. Президент общается с рабочим классом. Да. О, общается. Замеры! Это мы так шутим? Извините. Еще раз. Прекрасно. Президент заботится о деле. Пошли, дети, дети. Возьмите девочку и вставьте. Тебе так, вот так. Смотрим объектив, да? Улыбаемся. Прекрасно. И для Фейсбук. Ага. Для молодежи. Сэлфи. Позволю себе отнять еще немного вашего драгоценного времени, так сказать, для истории. Да. Слепок правой руки для Национального музея. Прошу. Замечательно. Моем ручку. Слепок левой руки для музея хиромантии. Моем ручку. Правую ножку для музея футбола. Василий Петрович. Да. И ваш профиль для коррекционной монеты Адвардсбанка. Простите. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Ребята, успоко... Десятый Б. Левченко, что за рукоприкладство? Василий Петрович, это все Глотов. Это он видео в интернет выложил. Понимаешь? Теперь проблема будет. Свердокова. Классно. Достаточность. Хватит. Хватит. Прекратите этот самосуд. Садитесь. Дурак. Садитесь. Тише. Все, тишина. Так кто видел этот видео-шедевр? Спасибо. Все, кроме Глотова. Ну, вас, Глотов, я поздравляю. Ваше видео-историк жжет. Просто порвало интернет и стало лидером проката. По этому поводу, ребят, я вам расскажу одну притчу. Однажды, в храм к японскому императору, пришел бедный крестьянин. Он сказал, государь, налоги в нашей провинции настолько высоки, что людям просто нечего есть. Ну, а мне терять уже нечего, поэтому я вам скажу правду. После этого он брызгнул потоком бранных слов в адрес императора, его семьи, его власть, в общем, всего того, что так дорого было императору. От его слов самураи, охранники императора, покраснели, гейши упали в обморок, а сакура, цветущая у входа, засохла и больше никогда не плодоносила. Император спокойно выслушал крестьянина, молча, и после этого издал два указа. Первый – вырвать язык крестьянин, ибо сквернословие – это грех. А второй указ – снизить налоги в провинции. Потому что правда, как бы она ни была, со мной остается правдой. Я абсолютно не оправдываю себя и своего поступка. Наверняка мне не нужно было так поступать. Не знаю, мой батя сказал, что вы красава. И если бы вышли в президенты, то он бы за вас голосовал. Да. Ну и мой тоже. Мои батьки также большие. И мой тоже. Моя мама. Моя мама. И мои. Ну и твои, Глотов. Да. То есть родители тоже все видели. Кошмар. Единственное, радует, что они согласны с этой правдой. Ладно, ребят, давайте начнем урок. Василий Петрович, вас к директору. Срочно. Ну вот. Мне кажется, сейчас мне вырвут язык. Да, но в среду контрольную никто не отменял. Ну что, Василий Петрович, в тринадцать у нас пресс-конференция. В тринадцать тринадцатого. Надеюсь, вы не суеверный? Блин, сегодня тринадтое число, я совсем забыл. Да не волнуйтесь. Вопросы подготовлены, ответы прописаны. Да, вопрос и ответы, Юрий Иванович, ни при чем. У меня сегодня педсовет в школе. Тринадцатого числа. И потом, мне сегодня нужно оплатить проценты по кредиту. Мы сейчас закроем все ваши вопросы по кредиту, раз и навсегда. Василий Петрович, какой у вас банк? А, не нужно, пожалуйста, звонить. Мне неудобно. Ну, хорошо. Вы поймите меня правильно, время на вес зуба-то, так что давайте как-нибудь в другой раз. А в другой раз никак. Каждый просроченный день семнадцать гривен пеня. Семнадцать гривен? Да. Тогда другое дело. Толя, меняем маршрут. Хорошо, что дай меня успелее, сейчас быстро оплачу. Ой, очередь. Граждане, будьте так любезны, пропустите президента без очереди. С какого перепугу? Ване очереди все равны. Ну, пожалуйста. Сынок, проходите. Я отработаю, спасибо, извините. Леночка, здрасте. У Леночки сегодня выходной, я ее подменяю. Позвольте представиться, Бугай Анатолий Борисович, председатель правления банка. Да, очень. Да. Я по поводу кредита, если можно, смотрите у себя Голобородько Василия Петровича. Василий Петрович, ваш кредит полностью погашен. Не может быть какая-то ошибка, у меня оставалось еще семь, было тяжело. Дело в том, что наш банк один раз в году проводит акцию, победителю которой прощаются все долги. Вы и есть этот победитель. Не потому, что я... Ну, что вы, господин президент, слепой зребий. Да. Ну, ладно, приятно и неожиданно. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Поздравляю вас. Вас тоже поздравляю. До свидания. Заходите. Зайду, да. До свидания. Товарищи офицеры, благодарю за экстренный сбор. Служу народу Украины. А вы, капитан Пилипчук, в следующий раз, пожалуйста, без самоидеятельности. Виноват, Юрий Иванович. Хотел, чтобы все было натурально. Ну-ну. Василий Петрович, не надо торопиться. Вы теперь президент. Вы не опаздываете, вы задерживаетесь. Вам легко говорить. Вы нашу Раису плохо знаете. Она меня убьет. Можно? Смелее. Здрасте. Вызывали Раиса Андреевна? Вызывали, Василий Петрович. Вызывали. Сначала мне скорую. Теперь я вас. Василий Петрович, объясните, пожалуйста, за что вы так не любите свою школу? Почему я люблю? Да что вы. Вы тогда объясните всем нам, за что же вы нанесли такой непоправимый ущерб любимой школе. Только ради бога. Вы выбираете выражение. Здесь все-таки женщины. Ну вы, вы тоже, мне кажется, сгущаете краски. Я сгущаю? Мы, учителя, врачи, инженеры, просто люди. Блин, нам слезы. Нам копейки, на хуй покушай. Пи***ь, я фу***. Ну, Раиса Андреева, ну, во-первых, я сказал это в частном разговоре. Так что, мне кажется, репутация школы абсолютно не пострадает. А, во-вторых, я ведь сказал правду. Правду? А кому она нужна? Это горькая правда. Детям? Коллективу кому? Ликуйте мне, уже звонили из района. В нашей школе назначена переаттестация. Я надеюсь, никто не возражает против того, чтобы в конце четверти провести пиццовет, где поставим вопрос о вашей профпригодности. И, как вы понимаете, вопрос это чисто формальный. Раиса Андреевна, мне кажется, это не совсем профессионально. Разговор окончен! Пи***ь нам, п***ь, честно! Справедливость, это что ты, п***ь, пи***ься, ну, конюк, какие-то! Здорово, п***ь, пички, кайф! С Богом. Извините, пожалуйста, за опоздание. Ну что, Василий Петрович, вы совсем не опоздали. Это мы, так сказать, с коллегами пришли пораньше, чтобы подготовиться и вас поздравить. Да, спасибо. Давайте, девочки. О, а это потом, да, конечно. Спасибо. Многоуважаемый Василий Петрович, господин президент, для нас огромная честь работать с вами в одном коллективе. Я иногда, конечно, ругала вас, но вы же понимаете, это не со зла. Просто я всегда чувствовала у вас огромный потенциал и хотела дать ему этому, так сказать, потенциалу толчок. И, как видите, не ошиблась, этот толчок помог ему, ну, вашему потенциалу, боже. Чего же так волнусь-то, а? Ах! Все, что мы хотели сказать, лучшим всего выразит песня. Добрый вечер, новенький! Добрый вечер, новенький! Господин, радуйся! Ой, радуйся, земля, Сын Божий, народися! Ой, радуйся, земля, Сын Божий, народися! Василий Петрович! Василий Петрович! Василий Петрович! Василий Петрович! Ребят, ребят, пропустите, это мой 10-й Б. Василий Петрович! Добрый вечер! Поздравляю вас! Спасибо! Хорошо выглядите. Клотов, ты не забыл, что у тебя сегодня сдача физики? Я уже, да, учителька физики, когда узнала, кем вы стали, всему классу 12 поставила. Да он шутит, Василий Петрович! Мы лично проконтролируем, теперь весь класс на отлично будет учиться. Мы же теперь можем ответить вашему статусу. Так, коли 10-му Б чекати покращение? Покращение, Марчук, в Сэриду у вас будет президентская контрольная. Я прошу прощения, президент, что прерываю вашу идею, но нам надо ехать. Да, ребят, извините, удачи! Давайте хотя бы сфотографируемся. Да. Вперед, возьмите, пожалуйста. Так, достали? Держать. Ну, скажите, история. История! Спасибо, Валюша, спасибо. Да не, мы сами в шоке были. Не, я в Ваське никогда не сомневался, гены есть гены. Да. Э-э-э, чего? Кирилла? Да не, не переживай, пристроим мы твоего Кирилла. А он где работал? А, он безработный. Э-э, ну, устроим на биржу труда. Замдиректора. Ага, э-э, все, Валюша, давай, люблю, обнимаю. Слушай, ты не помнишь, кто такая Валя из Кременчуга? Нет. И я не помню. А, ты ничего не помнишь? Петь, я тебя уже два часа прошу за горошком пойти, да не помнишь. Мать, я занят, Кум. Здорово, Юра. Ага, спасибо, Кум. Спасибо. Что, что? Каким первым замом? Я тебя министром сделаю. Да. Не Веронику. Пристроим Кума, всех пристроим. Давай, пока. Все, 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 Петь, я тебя прошу, ты уже пол-Украины пристроил. Иди за горошком, я тебя прошу. Я не ем, Оливье с горошком. Весь мель ест, а ты не ешь. Мы тебя отдельно насыпем. Иди, иди, ступай, ступай. Иду, иду. Да. Я узнаю, да, Любочка. Петя в магазин вышел. Ой, о чем ты говоришь? Да, спасибо, спасибо. Виталика? В могилянку? Ну, я думаю, Васенька не откажет твоего родного брата. Пока. Здрасте. И снова здрасте, Петр Васильевич. И что это за первомой полным ходом? Так весна пришла. Плановый ремонт. А, значит, 10 лет весна нашу другую сторону обходила, тут нагрянула. Доброе, здоровье, Петр Васильевич. Я до вас с приводу ранкового инцидента. А, Пелепенко накатал таки на меня заяву. Кто? Да вы что, Ниге? Микола Павлович, он на вашем боце. Конечно, Васильевич. Может, у вас до властника джипа есть какие-то претензии? Может, вы хотите отримать компенсацию за моральные взбитки? Избитки. Все, папир, ручка, зараз все швиденько оформлю. Да нафиг он мне ждался. Хай живе. Главное, чтобы своим корытым людям выезд не перекрывал. Больше не будет. Это я вам гарантую. Зловмисник уже переехал из вашего дома. И вообще, с этого дня можешь парковаться где угодно. Работайте. Пробачьте, винен. Привыкает тебя, Сергей Петрович. Теперь у вас началась совсем другая жизнь. Да. Можно сказать, у вас сегодня второй день рождения. Точно. Я забыл. Сегодня у моей племянницы день рождения. Юрий Иванович, если не сложно, давайте заедем за подарок. Не, не, не. Мы уже два раза переносили пресс-конференцию. Я вас очень прошу. Ну, хорошо. Что вы хотели купить? Ну, не знаю, что, девочки. Тортик. Она фанатка дидё. Может быть, купим диск. Чего? Дидё. Дидё? Дидё. Толя, торт и диск этого... Дидё. Кого? Дидё. Деньги... Василий Петрович, учите ответы. Господа журналисты, начинаем пресс-конференцию президента Украины Василия Петровича Голобородько. Вы, пожалуйста. Дарья Репина, ТСН. Господин президент, скажите, планируете ли вы стимулировать экономику методом привлечения венчурных инвестиций? Спасибо. Спасибо, Дарья. Да, вы знаете, динамика рынка инвестиций требует комплексного применения имеющегося инструментария для поощрения иностранных финансов. Да, всё-таки любит наш народ дешёвый популизм. Михаил Семёнович, вы молодец. А я тут ни при чём. Перестаньте. Мы же все понимаем, что это твой человек. Нет. Я был уверен, что Голобородько — это твой человек. Ясно. Если ни твой, ни мой, значит, это человек Рустема Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею к Голобородько никакого отношения. А кто же тогда имеет? Вы хотите сказать, что страну возглавил человек неподконтрольный никому из нас? Смешно. Кто-то из нас темнит. Может, он ставленник Запада или Кремля? Да, Кривицкий. Я должен знать об этом Голобородько. Всё. Разберёмся. Вы, пожалуйста. Спасибо. Юрий Кушнир, Time.ua. Василий Петрович, не за горами зима, начало отопительного сезона. Скажите, какие энергосберегающие технологии в ЖКХ станут для вас приоритетными? Децентрализация теплоснабжения или всё-таки геотермальные теплонасосы? Да, при решении этого вопроса будет учитываться специфика регионального районирования. Уважаемые журналисты, я прошу прощения, я не готов к этой пресс-конференции. Сложно отвечать на неподготовленные вопросы, поэтому давайте с вами договоримся. Я подготовлюсь, и вы устроите мне пересдачу. А вторую повторную пресс-конференцию... Хорошо, потому что я честно вам скажу, я значение некоторых терминов даже не знаю. Неудивительно, судя по избирательному ролику, вам ближе другая лексика. Девушка, вам слова никто не давал. О, ну ничего не меняется. То есть слово у нас даётся только тем, кому выдаются слова заранее, да? Не, почему, девушка, у нас свобода слова, насколько мне известно, в стране. Так что, если у вас есть ко мне вопрос, пожалуйста, задавайте. Да? Неужели? Яна Клименко, журнал «Прозоро Влада». Скажите, пожалуйста, где обычный учитель истории взял два миллиона для взноса в Центр-избирком? Следующий вопрос, пожалуйста. Не нужно, Юрий Иванович. Уважаемая Яна Клименко, вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда. Всё, ребята, урок окончен. Если есть вопросы, пожалуйста. Василий Петрович! Да. А когда вы пойдёте регистрироваться? Куда регистрироваться, Глотов? Я куда? В ЦВК на выборы президента. Ребята, ну хватит уж. Ну, вы посмеялись, я посмеялся, все хорошо провели время. Пять миллионов людей посмеялись. Не пять, а восемь. И все за вас. Вы комменты читали? Левченко, комменты я давно не читаю. Да потом, как вы себе ими доведите? Не может в нашей стране простой человек стать президентом. Почему? Ну, во-первых, для того, чтобы зарегистрироваться в ЦВК, нужно как минимум два миллиона гривен. А откуда у простого учителя такие деньги? Так вы право краудфандинг, чулы? Короче, мы в нете объявили сбор денег. Как говорится, с миру по гривне. И вот у вас на счету почти два миллиона гривен. Точнее, два миллиона и восемь гривен. Урок такой! Окончен урок, все свободны. Да, Василий Петрович, это вы ее здорово отбрели. Клаудфандинг. Хорошее слово, надо запомнить. Поверьте, старому политическому волку вы далеко поймете. А если честно, между нами, откуда деньги? Так правда краудфандинг? Ну, не хотите говорить, не надо. Василий Петрович, эти деньги собрал вам народ. Хотите, отдайте их ЦВК. Хотите, купите квартиру. Хотите, сожгите. Делайте с ними что, что хотите. Я не могу взять деньги. До свидания. Я не могу взять деньги. Дети, Господи. О, нефигасия. Мать, я тебе говорил, что он никакой не учитель. Либо наркотиками, либо органами торгует. А может и тем и другим. Толик, где торт и диск? Что? Как это нету диска? Не получилось. Ничего страшного. Я просто подарю деньги, да и все. Всем привет. Как дела, Ох ты? Вкусноти еще у вас тут. Извини, задержался на работе. Пап, что у нас там во дворе? Весна. Весна, да. Вы чего? А, да, конечно. Да, надо. Так-с. Чего вы молчите? Как день прошел? А, да. Все родичи тебя поздравляли. Сынок твой, жена бывшая звонили, привет передавали. Да тебя ж сегодня не дозволиться. Может, именинницу поздравишь? Конечно. Наливай. Немножко. Спасибо. Так, тебе вина? Ну, мать, говори. Дорогой Васечка. Мам, я-то тут при чем? Он не перебивает мать президента. На самом деле, у Наташи день рождения каждый год. Тогда у вас это день рождения, подумаешь, по вот 18 лет. Продолжай, бабульчика. В общем, Васечка, мы очень рады за тебя. Ты молодец. За себя, Васечка. Спасибо. За тебя. За тебя. Нет, Светлана. Сынок. А, в целом, как первый рабочий день прошел? Какой сумбур день пролетел, я даже не заметил. Я тоже после первой ничего не заметил. Так, предлагаю повторить. Маловенько. Так, Тиберина. Я скажу. Конечно. Дорогая внученька, тебе несказанно повезло, что у тебя такой дядя. Папа. Ну, не перебивай отца гарант. Я не думал, что я такое скажу. Я горжусь тобой, сынок. Спасибо. За тебя, Вася. Ну-ка. И за тебя, Блина. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Просите, что без звонка, дверь была открыта. Дорогая Наталья, от имени президента Украины поздравляем вас с днем рождения. Диско Дидзю не нашли, поэтому выкрутились, как смогли. Хэппи бёздэй! Диско Дидзю не нашли, Наталья! Так багато девчат, але я выбрав тебе, я не вірив в любовь, та цепануло мене. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурію, я до всього ревную, я від тебе балдію. Диско Дидзю не нашли, я не вірив в любовь, та цепануло мене. Диско Дидзю не нашли, я не вірив в любовь, та цепануло мене. Диско Дидзю не нашли, я не вірив в любовь, та цепануло мене. Диско Дидзю не нашли, ненавиду мене. Диско Дидзю не нашли, ненавиду мене. Продолжение следует...